Издательство «Эксмо» представляет Гийом Мюссо После Текст читает Владимир Князев Пролог Остров Нантакет, штат Массачусетс, осень 1972 года На востоке, за клюквенными болотами, раскинулось озеро Санкатихет. Погода стояла отличная, несколько дней было холодно, но теперь снова вернулось тепло. Яркие краски бабьего лета, как в зеркале, отражались в водной глади. «Эй, иди сюда! Посмотри!» Мальчик подошел к берегу и посмотрел туда, куда указывала его подруга. По озеру, окруженная хороводом опавших листьев, грациозно скользила большая птица. Гибкая длинная шея, белоснежное оперение, черный клюв. Это был лебедь. Когда до детей оставалось всего несколько метров, птица нырнула, а потом снова показалась на поверхности. Она издала протяжный крик, нежный и мелодичный, столь непохожий на крики желтоклювых лебедей в городских парках. «Я хочу погладить его!» Девочка подошла к самой воде и протянула руку. Испуганная птица резко расправила крылья и взлетела. От неожиданности девочка покачнулась и, не удержавшись, упала в воду. Вмиг от холода перехватила дыхание, сдавила грудь. Для своего возраста она неплохо плавала. Ей даже удавалось проплыть несколько сот метров брасом. Но это было на пляже и в теплую погоду. А в озере вода была ледяная, берег слишком крутой, и девочка отчаянно барахталась изо всех сил борясь со стихией. Она с ужасом подумала, что ей ни за что не выбраться на берег. Увидев подругу в беде, мальчик в ту же секунду бросился на помощь, скинул кроссовки и прямо в одежде прыгнул в воду. «Не бойся! Держись за меня!» Девочка вцепилась в своего спасителя. Он с трудом добрался до берега и, захлебываясь, вытолкнул подругу на сушу. А когда попытался выбраться сам, силы неожиданно оставили его. Казалось, будто кто-то тащит его на дно. Мальчик задыхался, сердце бешено колотилось, голову сжимало тисками. Он боролся из последних сил, пока легкие не заполнились водой и силы не оставили его. В висках невыносимо стучало. Он увидел яркую вспышку, а потом наступила кромешная тьма. Он начал тонуть. Никакой надежды не осталось, только холодная, жуткая тьма вокруг. И вдруг яркий луч света. Первое. Одни рождаются великими, другие достигают величия. Шекспир. Перевод Эльги Ленецкой. Манхэттен. Наши дни. 9 декабря. В это утро, впрочем, как и во все остальные, Натана Деля Мико разбудили два звонка. Он всегда заводил два будильника, один механический, другой на батарейках. Мэлори это ужасно веселило. Натан съел на завтрак кукурузные хлопья, надел тренировочные костюмы старой кроссовки Рибок и отправился на ежедневную утреннюю пробежку. В лифте он посмотрел на себя в зеркало. Молодой, спортивный мужчина, только лицо усталое. «Отдых тебе нужен, вот что я тебе скажу», — подумал он, пристально разглядывая синие круги у себя под глазами. Потом до самого верха застегнул куртку, надел теплые перчатки, шерстяную шапку с эмблемой команды Янки и вышел на улицу. Натан жил на 23-м этаже небоскреба Сан-Рема, одного из самых шикарных зданий верхнего Вестсайда. Окна выходили прямо на Сентрал Парк Уэст. Было еще темно, очертания небоскребов по обе стороны улицы только начинали выступать из темноты. Обещали снег, но прогноз пока не подтвердился. Натан побежал трусцой. Город выглядел празднично, повсюду гирлянды, двери домов украшены рождественскими венками. Пробежав, не останавливаясь мимо музея естествознания, Натан углубился в парк. В этот ранний час здесь не было ни души. Холод не располагал к прогулкам. С гудзона дул ледяной ветер, сметая мусор с береговой дорожки, которая огибала искусственное озеро посреди парка. Считалось, что до рассвета бегать вокруг озера опасно. Но Натан не обращал внимания на эти разговоры. Он бегал здесь уже много лет, и с ним до сих пор ничего не случилось. Ни за что на свете он не отказался бы от ежедневной пробежки. Через 45 минут он остановился около Траверс-Роуд, выпил воды и сел на лужайку, чтобы передохнуть. Подумал о мягких зимах Калифорнии, вспомнил побережье Сан-Диего с пляжами, растянувшимися на десятки километров, и будто специально придуманными для пробежек. В мгновение ока воспоминания захватили его целиком. Он словно наяву услышал звонкий смех своей дочери Бонни. Как он по ней соскучился. Воображение перед ним предстало лицо его жены Мэлори, ее огромные глаза цвета морской волны. Натану пришлось сделать над собой усилие, чтобы прогнать наваждение. «Хватит бередить раны», — подумал он, но продолжал сидеть на траве. После того, как несколько месяцев назад жена ушла от него, на душе у него было тоскливо и пусто. Он и не подозревал, каким одиноким и несчастным можно себя чувствовать. На глазах у него выступили слезы, но ледяной ветер тут же высушил их. Натан глотнул воды. С самого утра он чувствовал в груди какую-то тяжесть, ноющую боль, которая мешала, как следует, вдохнуть. В воздухе закружились первые хлопья снега. Натан встал и поспешил домой, нужно было успеть принять душ перед работой. Безукоризненно выбритый в темном костюме Натан вышел из такси на углу парк-авеню и 52-й улицы и направился к стеклянной башне, где находились офисы компании «Марбл» и «Марч». «Марбл» была самой успешной адвокатской фирмой в Нью-Йорке, более 900 служащих на территории Соединенных Штатов и почти половина из них здесь. Натан начал карьеру в представительстве в Сан-Диего и сразу завоевал всеобщее расположение. Сам директор фирмы Эшли Джордан предложил перевезти его в Нью-Йорк. Так в 31 год Натан вернулся в город своего детства, где его ждал пост заместителя начальника отдела слияний и поглощений. Удивительный взлет в таком возрасте. Натан осуществил свою мечту, стал одним из самых молодых и знаменитых адвокатов. Он преуспел в жизни. Для этого он не играл на биржи и никогда не пользовался связями, чтобы чего-то добиться. Он зарабатывал деньги собственным трудом, заставлял уважать закон и защищал права граждан и компаний. Блестящий юрист, богатый и гордый собой, таким выглядел Натан де Ле Мико со стороны. Первую половину дня он занимался текущими делами и встречался с подчиненными. В полдень Эбби принесла ему кофе и соленый крендели с тмином и сливочным сыром. Вот уже много лет Эбби была его помощницей. Она родилась в Калифорнии, но настолько привязалась к Натану, что последовала за ним в Нью-Йорк. Средних лет, не замужем, она всю себя отдавала работе. Натан полностью ей доверял и поручал самые ответственные дела. Эбби обладала незаурядными способностями, что позволяло ей выдерживать бешеный темп, который задавал Натан. На ближайший час не было запланировано никаких встреч. Натан решил воспользоваться паузой и отдохнуть. Боль в груди не проходила. Он ослабил узел галстука, потер виски и брызнул в лицо холодной водой. «Перестань думать о Мэлори», — приказал он себе. Натан. Эбби вошла без стука, как всегда, когда они оставались одни. И, напомнив расписание на вторую половину дня, добавила. «Утром звонил некто Гаррет Гудрич. Он попросил о срочной встрече». «Гудрич?» «Никогда не слышал». «Это известный врач. Как я поняла, он от Эшли Джордана, его друг детства». «Что ему нужно?» — удивился Натан. «Не знаю, он не сказал. Сказал только, что Джордан считает вас лучшим». «Это правда. Я еще не проиграл ни одного процесса. Ни одного». «Пожалуйста, свяжите меня с Эшли». Час назад он уехал в Балтимор по делу Кайла. «Ах да, в котором часу придет этот Гудрич?» «Я назначила ему на семь». Эбби уже вышла из кабинета, но вернулась, просунула голову в дверь и добавила. «Наверное, пациент подал иск против какого-нибудь врача. Или еще что-нибудь в этом роде». «Да, возможно», — согласился Натан, снова погружаясь в чтение бумаг. «Если так, отправим его в отдел на четвертом этаже». Гудрич пришел чуть раньше семи, и Эбби сразу же проводила его к Натану. Это был высокий мужчина, лет шестидесяти, с мощными, как у борца, плечами. В кабинет он вошел уверенным шагом, остановился в самом центре. Он снял пальто и отдал его Эбби. Запустил пальцы в седые волосы, пригладил густую шевелюру. Задумчиво поглаживая короткую бороду, пристально посмотрел на Натана. Когда их глаза встретились, Натан внезапно почувствовал себя плохо. Он стал задыхаться, в глазах потемнело.